На 12-й день, рано утром, я засняла еще раз окрестности возле нашего дома, с веранды. Вот такие замечательные виды. Вот здесь гора, напоминающая горы в Колорадо. Небо очень красивое было то утро. А там вот гора очень хорошо освещена была на этот раз. И я ее с удовольствием еще раз засняла. Наше путешествие подходит к концу, и завтра мы улетаем. А пока мы путешествовали по Исландии, мы увидели, что очень много лошадей пасется на полях. И мы все удивлялись, откуда столько лошадей, и что они с ними делают. Потом мы пошли на интернет и поискали, почему так много лошадей в Исландии. Оказывается, они едят мясо, конину. И мы искали, искали эту конину, и только вот предпоследний день нашли. И вчера мы купили вот эту вот маринованную конину. Фу-ла-у-да-во-д-вар. Так, и вот сейчас я ее жарю. Вот эта вот конина, у меня еще кусок барани. Вот эту конину мы пожарим, она маринованная. Сказали, 5 минут с одной стороны, 5 минут с другой. Вот бараника уже пожаренная. В общем, нам надо обязательно попробовать конину. Говорят, что она вкуснее, чем завиадина, более мягкая, более вкусная. Ну вот мы и попробуем ее. И вот конина уже пожарена, сейчас мы ее будем есть. Кстати, искали мы исламское телевидение, чтобы послушать исламскую речь. Но и нашли. А вот украинское телевидение здесь работает. Обсуждают атомные станции, люди. Но постоянно мы слышим от них, что они находятся на техническом уровне, они не включаются в политические вопросы. И работают только на уровне технической оценки. Знаете, я думаю, что это вопрос, что россияне размещают військовую технику на захопленной атомной электростанции, это не политическое вопрос. Это самое безопасное вопрос, потому что они ракетные комплексы, танки там размещают, и, ну, и питание, то точно не политическое. Но, ну, вы дали чётко відпови, что действительно, ну, понятно, что не политическое. Все это не политическое. Зимы входили до складу війська Запорізького. В місті розташовывался центральный орган управления. Кишь Запорізької Сечи. Від час археологічных розкомок у балці Дубова Украинский археолог Александр Коль виявил залишки плавильных печей, которые свидетельствуют, что металургией тут занимались еще скіфы. У роки нацистской окупації голова міської управы Сергей Шерстюк очолив народный спротив, запроводив официйное использование украинской языки, и ему еще не вменила Украина и слава, и воля. Бо навіть под ворожим огнем криворежцы бесстрашно працуют, помогают и защищают независимость. Адже крім Залезного Сердца, мающий сталевый козацкий характер, Кривый Риг нескоренный. Вот я попробовала эту конину. Действительно, она исключительно мягкая, очень сочная и очень вкусная. Еще хочу рассказать, как мы покупали эту конину. Мы, значит, зашли в магазин в маленьком рыбацком поселке и стали выбирать мясо. Подошла продавщица, она была полячкой, она не говорила ни по-русски, ни по-английски. Я ей показываю на кусок говядины, говорю, «кау мид». Она, «му». Я, говорю, взяла кусок баранину, говорю, «шит мид». Она, «бе». Я говорю, «а где хор смит?». Она не понимает. Владик подошел и говорит, «польский коник». Она, «а, игого». Я говорю, «где игого?». Она мне протягивает кусок этой конины. Я говорю, «ну все, игого будем пробовать». Хорошо в отпуске. Хорошо в отпуске сидим себе. Никуда не торопишься. А я тут, вот мне понравилось вот это окно. Как будто бы телевизор смотрю, relaxation видео. Там где-то вдалеке ледник, горы с ледником, машины время от времени проезжают. Тишина абсолютная. Вот тишины я давно такой уже не слышал. Живем в шумном городе, везде гам такой, везде шум, машины, газонокосилки. Какие-то там машиностроительные ездят. Тут, кстати, вокруг этого дома растут вот эти карликовые березки или это карликовые, ольха карликовая. Я не поняла. Березы, ты думаешь, да? Вот такие они коревые и низкие. Ну, метра два высотой. Это 85 берез. Да, и вот они вокруг дома. Не совсем карликовые. Ну, она не совсем карликовая. Совсем-то карликовые вообще полметра. А эта метра два высотой. Да, это довольно не только. И вот мы сидим, вот в это окно я смотрю, но все это благолепие. Все, последний взгляд на красивые места. И мы отправляемся уже в рек Явик. Сейчас в рек Явик. Вот в этом доме мы... Такой домик маленький с виду. Внутри он такой огромный. Я почитала сейчас отзывы. Там люди пишут, что вот из этих окон они сидели и смотрели на северное сияние. Вот это было бы классно. Но сейчас летом-то нет северного сияния. Вот в апреле еще можно было смотреть. Вот такие здесь красивые места. Ну все, поехали, да? Джипок наш арендованный. За бешеные деньги. 3000 долларов за 12 дней. Да, вот такие здесь цены. В Исландии, говорят, самый дорогой туризм это в Исландии. Даже дороже, чем на Аляске. Оказывается, они вот такие. Вот они такие тройные, оказывается, цветочки. Один в центре и три с боков. По бокам. Никак мы не можем уехать с этого красивого места. Решили заехать еще в лес. Местный лес. Но похоже, что это посадки. Очень часто насажены. И даже кое-где уже прорежают лесники этот лесок. Вот как выглядит лес, который слишком часто насажали. Все деревья рядом друг с другом. У них нет места даже уже нормально расти. Это рябинка, что ли? Ой, это же калина. То есть они вырубили вот эти вот деревья, которых здесь слишком много было. И посадили другие. Вот в частности, вот этот вот куст калины они посадили. Молодцы. Но вот эти карликовые березки здесь так и растут. Вот это местные. Вот. Елочки, гора. Там уже залив. Все, мы отсюда сейчас убежаем. Эй, лошади. О, пошла. Вот она моя хорошая. А рядом с ней же ребеночек. Ой, красавчики. Ой, красавчики. Ну, Си Турс называется. Этот кораблик называется Си Турс. Это люди сейчас поедут на экскурсию по окрестным заливам. Ну, вот сейчас на ту гору, наверное, мы поднимемся. И к маяку вон, к тому подойдем. Интересно. О, шарк. Ой, о, о, о. такой, о, о, о. О, топ. Так, сейчас вот эту цепь придем, вот тут. Так, все, отцепил. И сейчас этот кораблик Са-Е-Рун называется корабль. Кстати, у них есть буква такая в Исландии, которая как-то слеплены две буквы А и Е. А и Е сидели на дне. Так, ребята, поехали ехать, плавать. Ну, пусть плавают, ладно. Ой, замерзнут, где-то он в море, там в ведрище. В ведрище. Ой, не влепутся ли они вон у тебя лодки? Ребятки. Вот, разворачиваются, молодцы. 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 Да, поэтому я думала, там нет прохода. Точно они вот туда потом поедут. Значит, давай, красиво как-то. Красиво-то как-то. Нет, корабли это все-таки красивые такие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь вот стоит информация об этом полуострове и об островах вокруг него Написано, что в этом месте очень сильные течения и поэтому здесь изобрели даже особые типы корабликов Вот так вот коров перевозят на соседние островки чтобы они там попаслись потому что травы на этом месте не хватает А на этой фотографии рыбак разделывает тюленей Они их видят Тут другая часть этого стенда Тоже интересная информация Вот на одном из более двух тысяч островов находящихся по соседству На одном из них вот такие колонны и они к тому же еще разделены на такие слайсики вертикальные вертикальные колонны на горизонтальные слайсики Вот я до середины этой горы добралась Маяк вот там подальше немножко Еще надо будет подняться А отсюда уже видно вот эту церковь необычную Потом мы к ней подъедем И весь этот порт Вот такой маленький боняк Метр четыре Судой всего И вот отсюда видно все эти острова Вот корабль прогуночный Островов много И вот сам города Блин Волопад идет Пожалуй, даже я Вот как здесь в Исландии заниматься садоводством когда в середине июля мы ходим в двух штанах в двух свитерах и еще и в плаще в куртке непроницаемой Вот в середине июля какая здесь взошла картошечка Капустка вот там какая-то Здесь вот целая грядка мать-мачехи Вот, это здесь комьюнити гарден то есть у каждого видимо по паре грядок у всех желающих и выращивают они здесь следующие культуры Вот здесь капуста Вот Тут ревень Вот там вот горох О, а у этих картошечка уже побольше подросла они ее видимо пораньше посадили но еще не цветет Хотя уже середина июля 15 число сегодня собственно Вон там вон бобы Я вижу Бобы И за ними горох Вот эти вот китайцы или кто они Они видимо что-то садят вот здесь даже под термопленкой Что-то растет редиска Что-ли О, я вижу свеклу Клубника даже здесь Клубника Вот Она какая клубника Вот она какая клубника Так Здесь капуста Еще какая-то капуста Третья капуста Так Здесь Похоже на свеклу Здесь похоже на щавель Капуста салатная Здесь Вот эти корейцы здесь что-то это самое делали Набрали целый мешок зелени И пошли Вот корейцы-то умеют выращивать овощи Вот такая Здесь суровая Суровое садоводство Все Мы прощаемся с Исландией Вот в аэропорту висит такая замечательная карта Стены в аэропорту мне тоже понравились из такого песчаника Я очень люблю фактурные камни и отделку из них Вот такие камни интересные необычные И еще там в аэропорту были совершенно необычные скамейки Весь аэропорт был в таких скамейках Мне очень понравился оригинальный дизайн вот поэтому я их и засняла Все До свидания Исландия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok